Раз, два, раз и... Субтитры создавал DimaTorzok Итак, элементарная теория парамагнитного газа из атомов натрия. Следующий раз попробую. Значит, я вам напомню, что в электростатике мы решали задачу об энергии потенциальной электрического диполя в электрическом поле. И получали минус D на E. Такая задача решалась. Сами, наверное, вы догадываетесь, что когда у нас есть магнитный диполь в магнитном поле, то потенциальная энергия магнитного диполя в магнитном поле будет минус скалярное произведение M на B. Так получается. Естественно, это надо уметь доказывать. Я до таких мелочей опускаться не буду, скажу, как это делать. Возьмите магнитный диполь для простоты в виде прямоугольной петельки. Пусть магнитный момент у этого диполя смотрит вот сюда. Это значит, что ток по этому диполю циркулирует так. Здесь внутрь, здесь сюда, здесь на нас и замыкается сюда. Ну, для простоты пусть это прямоугольная петелька размерами A на B. Пусть есть однородное магнитное поле. Смотрящие сюда. Тогда на этот ток, текущий в эту сторону, будет действовать сила ампера. Ток туда, B сюда. Сила ампера будет действовать сюда. F ампера 1. А на этот ток, ток сюда, B наверх, будет действовать сила F ампера 2, направленная сюда. Ну, естественно, эти два момента этих сил захочет развернуть магнитный диполь так, чтобы его момент был сонаправлен с B. Чтобы говорить о потенциальной энергии магнитного диполя в магнитном поле, надо выбрать за ноль какое-то положение. Ну, наверное, логично выбрать положение, когда магнитный момент смотрит горизонтально. Тогда потенциальная энергия так ориентированного диполя – это работа сил магнитного поля по повороту этого диполя из такого положения в такое. Ну, когда будете поворачивать, провода начнут двигаться, этот сюда, этот сюда. Проекция силы на перемещение провода не ноль. Найдете элементарную работу при повороте всего на уголочек D θ, а потом проинтегрируете от θ, равного начальному значению, до конечного значения, когда θ будет 90 градусов. Но если проинтегрируете, вы получите M на B на косинус θ со знаком минус. Поэтому эта формула так обосновывается. Ну, конечно, я вам предлагаю для прямоугольной рамочки это сделать. Если магнитный диполь круглый, то возни будет гораздо больше. Нет ничего невозможного, если кто-то сделает, я буду только рад, но не буду вас ругать и за прямоугольную рамочку. В конце концов, потом прямоугольную рамочку превратить в круглую – это презренная математика. Дальше, глядя на эти две аналогии и соображая, что атом, наверное, имеет тоже магнитный момент, а давайте-ка в рамках совершенно элементарной модели атома сосчитаем его магнитный момент. Пусть у нас есть ядро, вокруг которого летает по круговой орбите радиуса R, электрон. Если электрон летает в эту сторону, то ток течет в другую сторону. Надо сказать, что у электрона, летающего по орбите, есть, во-первых, механический момент, момент импульса. И момент импульса L, как вы хорошо помните, в чем я уверен, это векторное произведение R на P. Но поскольку скорость и вектор R взаимно перпендикулярны, то модуль механического момента – это будет масса электрона на его скорость на радиус орбиты. Но, кроме того, если заряд летает, то это ток. Сила тока – это заряд делить на время. В данном случае время – это период обращения электрона по кругу. Период обращения тоже легко посчитать. Это длина орбиты 2πr делить на скорость. Если у нас ток такой, то магнитный момент, связанный с движением электрона, это I на C на площадь орбиты, на πr в квадрате. Или QV на C2πr на πr в квадрате. π сокращается, 1r сокращается, и получается QVr делить на 2c. Ну, понятно, что интернет-дурачки сейчас взвоют, скажут, как, какая скорость электрона, какой радиус орбиты электрона. Ведь электрон – это волна частицы, которая размазана в пространстве. Да, действительно, для электрона в атоме и радиус орбиты и скорость определены плохо. Но давайте поделим магнитный момент на механический. Если мы поделим магнитный момент на механический, то есть QVr делить на 2c мы поделим на Mvr, то происходит чудо. Плохо определенные величины, скорость и радиус орбиты сокращаются. И отношение магнитного момента к механическому оказывается, выражается через фундаментальные физические константы. Заряд электрона, массу электрона, скорость света и оценку 2. Такое отношение носит название гиромагнитного отношения для орбитального движения электрона. И оказывается, есть способ проверить это гиромагнитное отношение на эксперименте. Ну, примерно так. Подвешиваем цилиндр из намагничивающегося вещества на тоненькой нитке, включаем сильное магнитное поле, которое выстраивает все атомы в одном направлении, даем нитке успокоиться, а потом меняем направление магнитного поля. Тогда магнитные моменты всех атомов переворачиваются, а атомы как-то переворачиваются там, не знаю как. Потому что я не знаю, что означает, куда летает электрон в атоме. Но магнитный момент переворачивается, чтобы система перешла в состояние с минимумом энергии, когда магнитный момент смотрит вдоль B. Но если переворачивается магнитный момент, то вместе с ним должен перевернуться и орбитальный момент. А поскольку полный момент должен сохраняться, орбитальный, когда на ниточке-то все висит, то изменение орбитального момента каждого атома должно скомпенсироваться макроскопическим вращением цилиндра. Когда вы перемагничаете цилиндр, он крутится начинает. Это легко померить. И отсюда элементарно меряется гиромагнитное отношение. И несмотря на весь примитивизм такой модели атома, то, что получается в эксперименте, совпадает с этим с кучей значащих цифр после запятых. Гиромагнитное отношение для электрона в атоме получается фантастически здорово. Несмотря на весь примитивизм модели атома Резерфорда Боа. Ну так вот, поскольку электроны вращаются в атомах, у них есть магнитный момент. Поэтому атомы являются не только электрическими диполями, вернее, полярные молекулы, но являются и магнитными диполями. И как у нас была теория ориентационной электрической поляризуемости, когда электрическое поле выстраивало полярные молекулы вдоль себя, и мы получали с вами, что средний дипольный момент равнялся дипольному моменту одной молекулы. А дальше была такая интересная функция. Гиперболический катангенс, Господи, КТХ, в котором стояло отношение электрической энергии, дипольный момент молекулы на поле, делить на КТ. Минус, то же самое, аргумент, но в минус первой степени. КТ делить на Д с ноликом Е. И такая зависимость среднего дипольного момента от поля, мы с вами ее изучали и строили соответствующий график, он начинался как линейный, а потом асимптотически выходил на Д с ноликом. То естественно, поскольку энергия магнитного диполя в магнитном поле такая же, то естественно, хочется написать, что средний магнитный момент атома в магнитном поле будет равен магнитному моменту одного атома, М с ноликом, который, кстати, можно написать как произведение орбитального момента на гиромагнитное отношение для орбитального движения, на гиперболический катангенс, то теперь уже не Д с ноликом на Е, а что будет? М с ноликом на Б, формулы-то одинаковые, на КТ минус КТ на М с ноликом Б и у нас получится, что средний магнитный момент в зависимости от магнитного поля Б ведет себя аналогичным образом и как здесь на малых значениях поля мы считали, что средний дипольный момент есть линейная функция магнитного поля и вводили понятие электрической поляризуемости и писали, что средний дипольный момент есть ориентационная поляризуемость на электрическое поле, но уже тут мы переходили к векторам, то здесь хочется сказать, что средний магнитный момент будет пропорционален полю Б и коэффициент пропорциональности следовало бы назвать магнитной поляризуемостью атома или молекулы. И знаете, господа, то, что я вам сейчас рассказал, примерно в 50% вузовских учебниках учебников по классической электродинамике написано, что, господа, это лажа. Это полная лажа. Так могло бы быть, но природа поступила не так, а половина авторов вузовских учебников этого не знают. В случае магнитных взаимодействий все совсем не так. По одной причине, в отличие от диполей, которые электрические, которые относительно электрических полей могут принимать любые ориентации, ориентации магнитных диполей относительно магнитных полей квантовываются и могут принимать не непрерывные углы значения набора, а дискретные. И поэтому мне придется сказать пару слов про опыт Штерна-Герлуха. представьте себе вот такой постоянный магнит, у которого один полюс имеет вид острия, а второй вид плоскости, а дальше все это свита в подкову. Давайте вот такой магнит представим себе. У такого магнита линии В здесь идут часто, а здесь идут редко. Поэтому у такого магнита градиент магнитного поля ДБЗ по ДЗ направлен снизу вверх. Но представьте себе, что такой магнит длинный. И туда он длинный. Ну и так далее. Я теперь нарисую магнит вид сбоку. Это верхний полюс? вид сбоку. Вот это. А это нижний полюс, вид сбоку. И в этом магните градиент магнитного поля направлен пусть вверх. Мы с вами видели, что сила, действующая на магнитный диполь по величине пропорционально произведению МЗ на ДБ по ДЗ. Когда говорили о парении магнита в магнитном поле. Поэтому, если мы теперь возьмем магнитный диполь в виде петельки с током, у которой магнитный момент направлен сюда, то на него будет действовать сила, направленная вверх. Если мы запустим такой магнитный диполь, он отклонится вверх. если мы возьмем магнитный диполь, где ток бегает не в эту сторону, а в противоположную сторону, с магнитным моментом, смотрящим вниз, проекция МЗ меняет свой знак, и такой магнитный диполь отклонится в таком магните вниз. Если же мы возьмем магнитный диполь, ориентированный вот так, то с магнитным моментом, смотрящим сюда, то проекция магнитного момента на градиент магнитного поля равна нулю, и такой диполь полетит прямо. А если возьмем диполь, ориентированный вот так под 45 градусов, он полетит наверх, но не так эффективно. И поэтому полетит как-то так. Поэтому, если мы возьмем кучу магнитных диполей, которые ориентированы черт знает как, заставим их лететь, на умном языке это называется пучок неполяризованных магнитных моментов, классических магнитных моментов. Ну, конечно, я далек от того, чтобы кидать петельки с батарейками, по которым бегает ток. Наверное, такого никто не делал, но если вы возьмете какой-нибудь постоянный магнит и растолчете его в крошку, так, чтобы каждая крупинка была макроскопической, каждая такая крупинка это магнитный диполь. И швырнете его между полюсами магнита в опыте Штерна-Герлаха, то разные магнитики будут ориентированы по-разному. Если вы здесь сделаете полоску с липучкой, на которой будут липнуть магниты, то те магниты, которые и так были ориентированы, прилетят сюда, ориентированы и так сюда, и у вас эта полоска равномерно загадится магнитами. Я не знаю, ставил ли кто-нибудь такой опыт в макро магнитостатики, но голову даю на отсечение, что так получится, потому что макро теория магнетизма проверялась на кучу опытов других тысячу раз. Так вот, Штерну с Герлахом в голову пришло кинуть не макроскопические магниты, а пучок электронов. Только всё не так просто. Если вы кинете пучок электронов, а магнит у нас проводник, то когда у нас заряд оказывается вблизи проводника, там наводятся поверхностные электрические заряды, и тогда на поверхности магнита наведётся чёрт знает какое распределение положительных зарядов, и вы увидите прежде всего не магнитные слабенькие взаимодействия, а электрические взаимодействия. У вас просто электроны в магнит будут лететь. Поэтому надо как-то выключить электрические взаимодействия. так вот Штерн и Герлах придумали, как это сделать. Они кинули не электроны, а атомы щелочного металла. Но тогда времена были наивные, я допускаю, что они кидали атомы серебра, сейчас ни один идиот, конечно, серебро кидать не будет, вполне нормально кинуть атомы натрия. Натрий довольно легко летает, он летучий газ, металл. У натрия электронная конфигурация 1С2, 2С2, 2П6, 3С1, 4П0, 3П0, 3Д0, 4С0 и так далее. Внешний электрон у атома натрия, если он не возбужденный, 3С1. К сожалению, в отличие от математики, физику нельзя рассказывать последовательно, потому что математику-то придумывали люди, ее можно упорядочивать, а что там придумывал создатель нашего мира, nobody knows, и поэтому физику нельзя сразу рассказать всю, поэтому я должен буду забежать немножечко вперед. Дело в том, что у каждой замкнутой оболочки полный механический момент оказывается равным нулю, а поскольку магнитный момент это гиромагнитное отношение на механический, то и магнитный ноль. Поэтому у всех этих оболочек момент ноль, и у нас есть только один С-электрон, но самое интересное, что у С-электрона нету механического момента, потому что у С-электрона электронное облако сферическое, оно во все стороны одинаковое, и с симметрией просто некуда смотреть механическому моменту, а значит у С-облака электрона нет и магнитного момента, и электрон в С-состоянии не летает вокруг ядра по кругу, он в некотором смысле стоит на месте, в очень некотором смысле, в таком некотором, что я сейчас не хочу углубляться в эти детали, именно этому посвящен курс квантовой механики. Это означает, что все магнитные свойства атома натрия в основном состоянии такие же, какие были бы у просто одного электрона. И поведение атома натрия в магнитном смысле совпадает с поведением одного электрона, а все остальное гидро и другие электроны это только чтобы убежать от электрических взаимодействий со стенками магнита. Поэтому я теперь для краткости буду говорить, что мы кинули пучок электронов без всяких атомов, но выключили электрические взаимодействия. И вот оказывается, что пучок электронов в приборе Штерна Герлаха не летит прямо, а расщепляется. И электроны действительно поворачивают. А это видимо означает, если в меняющемся магнитном поле электроны поворачивают, то у электронов есть магнитный момент. Тогда возникает вопрос, как у электрона, который не летает вокруг ядра, а просто у одного электрона, которому сообщили в лучшем случае горизонтальную скорость, может возникнуть магнитный момент. Ну дальше можно фантазировать, и нетрудно нафантазировать то, что представить себе электрон в виде шарика, который крутится вокруг своей оси, и следовательно бегают токи. Если шарик крутится в эту сторону, то механический момент смотрит вниз, а магнитный момент, поскольку заряд электронный отрицательный, смотрит наверх. Но только чтобы отличать этот момент от движения по орбите, этот собственный момент называют не буквой L, а называют S. А механический момент, магнитный момент, называют магнитным моментом, сопряженным со спины. И действительно электроны отклоняются. Если вы взяли пучок неполяризованных электронов, то есть абы каких, они отклоняются в опыте Штерна Герлаха, и все ожидали получить вот такую полоску. Ну, правда, уже электроны приклеить трудно. Это тоже сейчас просто слушайте, общаться с интернет публикой, это один тут написал, ой, я опроверг теорию относительности. Вот там звезды около границы нашей Вселенной или галактики, он там путает Вселенную, галактику, бегут со скоростью 0,90 там С. Я говорю, а вы откуда это знаете-то? Ну, как же красное смещение? Я говорю, а как красное смещение со скоростью-то связано? Формулу-то можете написать? Да не, все пишут. Я говорю, ну, все-то пишут. Там некоторые пишут, что Земля плоская, на слонах тоже пишут. Не, говорит, что-то дальше говорит, говорит, потом я говорю, а откуда скорость-то можно узнать? Хотя бы частиц. Ну, говорит, как? Известно по энергии. Я говорю, а как, зная энергию, вы скорость найдете? О, говорит, энергия это сумма энергии покоя и кинетической. Я говорю, два вопроса. Как вы, во-первых, измерите энергию, и, во-вторых, в космических лучах откуда вы узнаете массу покоя? Ну, говорит, по частицам. Я говорю, что, у лучей написано, что это электрон, это протон? Там же на них не написано. Откуда вы узнаете, какая частица летит-то? чтобы массу покоя с энергией покоя вычислить. А я говорю, а как вы полную энергию? Ну, говорит, по силе удара частицы. Я говорю, а что? Обо что? А ладонь? А детектор? Я говорю, как вы измерите силу удара частицы, прилетевшие из космоса, а детектор? Вот вы подумайте, какую хрень вы несете, так сказать. И вот с такой хренью вы начинаете обсуждать теорию относительности, не будучи способны сказать двух слов, о чем вообще идет речь. Ну, почему в интернете такие дураки сидят? Человек даже не знает, как определить скорость летящей частицы, а что-то там несет про красное смещение, при этом он наверняка не знает, что там релятивистское красное смещение, и там необычный эффект Доплера, если он есть, а релятивистский эффект Доплера, который связан с преобразованиями компонент четырех вектора К. Вы думаете, он слышал что-нибудь про четырех вектор К? Так куда он лезет с неумытым рылом в теорию относительности, даже не зная, с чем связано красное смещение, если оно действительно связано с расширением Вселенной. Я вам тысячу других примеров приведу, почему свет от далеких звезд может краснуть. После этого говорят, ну да, это же общепринятая модель. Я говорю, аааа, теперь расширение Вселенной вдруг стало моделью. И с помощью этой ничем на эксперименте неподтвержденной модели вы решили опровергать хорошо проверенную на эксперименте теорию относительности. А вам не кажется, что вы дурак? Господа, не пишите в интернете, пока не выучите то, что вы напишите. Потому что говорить, ну это так, поскольку это все знают, совсем недавно все знали, что земля плоская и стояла на плене, на слонах, китах и черепахах. Я уверен, про это было столько написано диссертаций и в стольких уважаемых вузах об этом читали лекции. Только теперь они выглядят идиоты. За каких-то 300 лет расширения Вселенной. А современные космологи говорят, что будет со Вселенной через сколько-то миллионов лет. Как вы думаете, за сколько-то миллионов лет сколько раз сменится космология и станет смешной? Пока она сменилась за 300 лет с плоской земли на шарообразную. Вы понимаете, что эти прогнозы это ноль. Это просто ноль. Ну да ладно. Вся только беда в том, что электроны полетели, замазав не полоску, а две тонкие линии. Как будто бы у них магнитный момент может смотреть либо вверх, либо вниз. Или не обязательно вверх и не вниз. Может быть под углом сюда и под углом сюда. Но это означает, ну пусть вверх и вниз для простоты. это означает, что электрон может крутиться в эту или в эту сторону только относительно вертикальной оси. Это вообще как? Электрон вроде не может крутиться вокруг этой оси. Говорят, что спиновый момент электрона может смотреть только вверх и только вниз. А никто из вас... Это химики говорят. А никто из вас не думал, что лучше говорить по-другому. Может быть есть просто два типа электронов, которые одни в таком опыте поднимаются наверх, а другие опускаются вниз. Может быть не надо выдумывать то, что мы выдумываем. Только дальше возникает всё ещё хуже. пусть половина электронов полетела сюда. Поставим ещё один прибор Штерна-Герлаха. Вот здесь. С вот так направленным градиентом магнитного поля. И знаете, что будет со всеми этими электронами? они все завернут наверх. Но ещё бы мы отобрали электроны крутящиеся вокруг одной оси и здесь они, конечно, а эти все завернут куда? Только страшно-то будет в другом. Если этот магнит вы поставите вот так и градиент магнитного поля направите поперёк доски. Тогда у нас проекция магнитного момента, который был наверх на градиент магнитного поля будет чему равна? Нулю. И что с пучком должно быть? Он должен лететь прямо. Если вы поворачиваете магнит на 90 градусов, этот пучок расщепляется на 2 и половина заворачивает сюда, а половина заворачивает туда. И поэтому оказывается магнитное вместе с ним и спиновые моменты, в проекции на любую координатную ось могут иметь только два значения. Либо плюс h пополам, либо минус h пополам. Вы скажете, но так вектор себя не ведёт. Если у него есть проекция на эту ось полная, то на эту ось проекция ноль. Господа, это означает только одно. Придуманные математиками трёхмерные вектора не годятся для описания явления спины. Там надо придумать другие вектора и другую математику. Такая математика есть. Это математика спиноров. При этом оказывается, что математика спиноров для спина равного нулю совпадает с математикой скаляров. Математика спиноров со спином равным единице совпадает с математикой обычных трёхмерных векторов. А вот математика спиноров со спином одна вторая, три вторых, два и так далее ни с чем не совпадает. Они все разные. И теперь я вам скажу, как чертовски повезло Максвиллу. дело в том, что электромагнитные взаимодействия переносятся фотонами. А фотон это ультравитивистская частица со спином единица. И математика для этих частиц совпадает с математикой векторов. И поэтому Максвиллу, имея математику трёхмерных векторов, удалось записать систему уравнений Максвилла на языке векторов. Случайно для фотонов этот язык подошёл. А попробовал бы Максвилл заниматься химическими взаимодействиями, которые переносятся электронами, ему надо было бы знать алгебру спиноров для одной второй. Ничего подобного в математике тогда и близко не было. И Максвиллу бы ничего не смог написать. Но вы понимаете, что для того, чтобы говорить о спине, надо ещё выучить алгебру спиноров. А если говорить о гравитоне, у него спин 2, это алгебра тензорных спиноров. Тут на какой-то конференции один из преподавателей на их из технических кузов сказал, студенты технических кузов плохо понимают физику, и поэтому важны аналогии. Им трудно представить себе заряды, движущиеся в электромагнитных полях. и поэтому я им рассказываю по аналогии. Я вначале говорю о том, как лучи света искривляются в гравитационных полях. Но это просто. Я говорю, чего? Ваши студенты, которые не способны понять всё на языке алгебра векторов, поскольку не векторов, а спиноров одна-вторая, они лезут, они понимают гравитацию, где алгебра спиноров со спином двойка, и вы считаете, что это проще? Оказывается, всё, что он имел в виду, это сходство закона Кулона с законом всемирного тяготия. Ну, понятно, да? Детский сад в коротких штанишках. Ладно, господа, нам с вами теперь надо знать, что проекция спина на ОСЗ может принимать одно из двух значений. Либо плюс одна-вторая постоянной планка, либо минус одна-вторая постоянной планка. Будем считать, что это экспериментальный факт. По отклонению. Да, есть ещё одна неприятность. Дело в том, что если вы будете считать гиромагнитное отношение для крутящегося шарика, однородно распределённого массы, которого и заряд распределённый однородно, то у вас для спина гиромагнитное отношение получится точно таким же, как для орбитального момента. Вы разобьёте шарик на маленькие кусочки, для каждого сосчитаете орбитальный момент и магнитный момент, и у вас получится, что гиромагнитное отношение будет Q на 2 МЦ. Вся беда в том, что в этих экспериментах для спина гиромагнитное отношение оказывается ровно в два раза больше. Магнитный момент, связанный со спином, связан с механическим моментом, связанным со спином, не коэффициентом пропорциональности Q на 2 МЦ, а Q делить на МЦ, что называется гиромагнитным отношением для спина. Оно в два раза больше, чем для обычного крутящегося шарика. Но вы понимаете, что это опять полный финиш. Я понимаю, ошибиться в какое-то в 1, 87, и 3 в периоде, но когда теория ошибается ровно в два раза, а после запятой сколько хватает экспериментаторам точности ну вид. Но, конечно, можно считать, что масса и заряд у электрона не одинаково распределены по объему. Может быть, где-то на каком-то расстоянии массы побольше, на каком-то расстоянии заряда побольше, и за счет этого двойку-то можно убрать. Только есть еще одна беда. Есть эксперименты не когда электроны летают созданными нами магнитных полях, скажем, в опыте Штерна-Герлаха, но ведь еще электроны летают в атоме, а когда электрон крутится вокруг атома, то с его точки зрения ядро крутится. Но если ядро крутится, оно что должно создавать магнитное поле. И у магнитного момента электрона в этом магнитном поле появляется дополнительная энергия, это называется спинно-орбитальное взаимодействие. И оттуда тоже можно найти гиромагнитное отношение для спина. И там оно оказывается таким, как нужно, с двойкой в знаменателе. А в опыте Штерна-Герлаха, когда магнитное поле не в атоме, а мы его создаем сами, двойка в знаменателе исчезает. Вы понимаете, что классическая физика развалилась полностью? Поэтому будем считать, что магнитный момент электрона, связанный со спинном, а именно он работает в атомах натрия, может принимать два значения. Плюс 1,2 постоянная планка на заряд электрона на МЦ и минус 1,2 постоянной планка на заряд электрона на МЦ. Эта комбинация констант настолько важна, что ее принято называть магнитоном Бора. Либо плюс, либо минус магнитон Бора. Это означает, что если у нас с вами атомы натрия оказались во внешнем магнитном поле, если мы верим, что сохраняется выражение для энергии магнитного момента в магнитном поле, это минус скалярное произведение М на Б, то оказывается, что энергия может принимать только два значения. Либо магнитон Бора на Б, либо минус магнитон Бора на Б. И тогда средний магнитный момент которым может обладать электрон в атоме натрия, вместе с ним и сам атом натрия, вычисляется следующим образом. Средний магнитный момент это есть магнитный момент электронов со знаком плюс умножить на количество электронов, у которых магнитный момент смотрит вдоль Б, минус магнитный момент того же электрона на число электронов, смотрящих против Б, делить на сумму электронов, смотрящих по Б и против Б. Вот так надо теперь считать. Наверное, количество электронов, у которых магнитный момент смотрит вдоль магнитного поля, поскольку здесь энергия у нас положительна, число таких электронов, это есть некоторая константа на Е в степени плюс магнитон Бора на Б делить на КТ. А число электронов, смотрящих против магнитного момента, это есть константа на Е в степени энергия магнитного момента, смотрящего против Б, это будет минус магнитон Бора, и тут магнитон Бора на Б на КТ. Ну, кроме того, понятно, что Н вверх плюс Н вниз должно равняться суммарному числу атомов с электронами, поэтому у нас получается, что это есть константа на Е в степени магнитон Бора на КТ плюс Е в степени минус магнитон Бора на Б на КТ. Ну, поделим еще пополам и двойку напишем сюда и скажем, что это есть две константы на гиберболический косинус магнитона Бора на Б на КТ отсюда константа С будет равняться полному числу электронов делить на два гиперболических косинуса магнитона Бора на поле Б делить на КТ. Тогда средний магнитный момент это магнитон Бора Н вверх это Е в степени магнитон Бора на В на КТ Н вниз это минус Е в степени минус магнитон Бора на Б на КТ Н дальше стоит Н и делится от нормировочной константы на два гиперболических косинуса магнитон Бора на Б на КТ и еще делить на полное число атомов на Н полное число атомов сокращается а половина разности экспонент дает гиперболический синус поэтому средний магнитный момент атомов натрия газа из атомов натрия оказывается равным равным оказывается магнитону Бора на гиперболический тангенс от магнитона Бора на поле Б делить на КТ а вовсе не гиперболический катангенс Бета минус единица на Бета как это было в случае электростачи из-за того что у нас положение магнитных моментов квантовано и мы интегрирование вынуждены были заменить на суммирование у нас функция оказалась совсем совсем другой правда график зависимости гиперболического тангенса очень похож на график зависимости гиперболического катангенса минус единица на Бета но там хоть не надо никаких рассматривать по теореме Лопиталя пределов там никаких расходимости нет гиперболический тангенс Х это Е в степени Х минус Е в степени минус Х делить на Е в степени Х плюс Е в степени минус Х если Х равно нулю то тангенс ноль если Х стремится к бесконечности то тангенс стремится к единице и график стремится к магнитону Бора ну а при малых Х экспоненты разлагаем в ряд и получаем просто Х поэтому стартовый тангенс наклона графика это магнитон Бора на КТ на Б и еще один магнитон Бора поэтому средний магнитный момент есть магнитон Бора в квадрате на КТ на Б у нас средний магнитный момент оказался пропорционален полю Б и коэффициент пропорциональности сосчитался именно этот коэффициент пропорциональности следовало бы назвать магнитной поляризуемостью молекул в газе атомов натрия. А умножив эту магнитную поляризуемость на концентрацию, мы бы получили магнитную восприимчивость газа из атомов натрия. Забегая вперед, атомы, у которых работает механизм ориентационной магнитной поляризуемости, называются парамагнетиками. Только вся беда в том, что магнитной поляризуемостью и магнитной восприимчивостью назвали совсем другую величину. По ошибке. Но эту ошибку не так, как это было сделано в электростатике. И эту ошибку так до сих пор никто и не исправил. Мы после короткого перерывчика, мы эту ошибку будем не исправлять, а озвучивать. Перерыв. Продолжение следует...